Привет всем, и да, как ты уже понял, мы продолжаем проходить пески Сальзаара. В прошлый раз мы проходили вот эту вот самую пещеру, Поттери Варкшоп. И сейчас я предлагаю нам попроходить немножко сюжетных квестов. Но сначала мы отправимся в подземелье под названием Сирока Валий, потому что она находится как раз-таки на нашей карте, и, кто знает, может быть даже мы прокачаем репутацию в Дакон. Но это не точно. Что ж, и вот мы приближаемся к пещере под названием Ксирока Валий. Как раз-таки сюда нас отправили в одной из деревень Дакон. И да, у нас тут полнейшая солянка в отряде, поэтому давай наведем порядок. У нас тут есть Змей, полумертвый отряд Дакон Спай, и, конечно же, какие-то Тур-Хироу, которые при полной прокачке воинов имеют 6400 здоровья. И, конечно же, у них то ли сверхтяжелая броня, то ли какая-то осадная, я без понятия. Но, в общем, ребята очень живучие. Если сравнивать с моим отрядом, ну, моим отрядом воинов, при максимальной прокачке, то у него будет 4600 здоровья. И только средняя броня. Но, с другой стороны, у нее куча всяких там атакующих умений. И надо надеяться, что они, в общем, в начале боя смогут как-то справиться. Потому что в долгом бою, мне кажется, этот отряд куда более вынослив. Что ж, давай его тогда конвертируем в опыт и попробуем прокачать один из своих отрядов. Ну, все-таки я прокачиваю одну из фракций. Ну, фракцию Дакон. Так что, давай-ка. Может быть, в дальнейшем мы будем прокачивать другую. Но сейчас мы будем заниматься одной фракцией Дакон. Так, а вот у нас Змейка. Змейка у нас имеет 9900 здоровья при максимальной прокачке. Но, так как у нас тут не зоопарк, Змейку мы тоже конвертируем в опыт. Давай-ка. Менедж. Да. Вот. У нас сейчас будет отряд пятого уровня. И, соответственно, мы ее можем прокачать. Для этого нам нужно 35 монет, 10 железа и 10 древесина. Окей. Потом, я думаю, сделаю из нее арбалетчицу. У нас уже есть одна арбалетчица. Будет еще одна арбалетчица. А вот насчет этого отряда я даже и не знаю. Восстановить я его не могу. А вот опыта за него как раз-таки, скорее всего, много будет. Да, 960 опыта. Ну, это не хухры-мухры. Давай попробуем тогда прокачать своего героя и получим за это все дело опыта. Да, уровень. Отлично. То есть, можно его прокачать на... Что у нас тут есть? Темная сторона луны. Так. Увеличивает время Shadow Form на 25 секунд. Да и хрен с ним. Давай прокачаем. Я хоть не понимаю, что это делает. У нас тут, видимо... Ага. Было на 15, стало на 10 секунд больше. То есть, у нас там вампиризм идет, какая-то усиленная атака. Ну, в общем, много чего интересного. Что ж, а мы отправляемся в эту пещерку. Для этой экспедиции нам нужно 250 монет и рекомендуется уровень седьмой. Также мы идем сюда вместе со своим героем. Вообще, надо набрать побольше себе героев. Тут как раз-таки они были рядом. Но у меня нету каких-то подарков. Так что заманивать их себе в отряд не нечем. Что ж, вот у нас гала Захара. Давай-ка отправимся. Так, и тут сразу нам заявляют, что на один этаж у нас повышено подземелье. Так, зачем-то восстановили себе отряд. А, да, давай активируем. Так, у нас сейчас 12 этажей. Мы на четвертом. Так, открыть сундук. Это ловушка. Уменьшено здоровье на 10. Так, смотри-ка. Отряд скорпионов. Так, сколько их тут? А, ну они слабенькие. Что ж, я думаю, мы быстро с ними справимся. Я, кстати, в реале тоже занимался разведением скорпионов. И хочу сказать, что это довольно интересное такое занятие. Так, что у нас тут? Рейш-эликсир и... Немножко древесины! Вот это вот, вот это уже интересно. Потому что с древесиной у нас совсем все плохо. А, сейчас ее где-то у нас около 60 получается. Так, ну давай активируем увеличенный шанс критов. За увеличение этажей в этом подземелье. Так, погоди-ка. Ну-ка, просто каждый раз, сражаясь с этими скорпионами, мы получаем какие-то ресурсы. Так что, да, это весьма и не весьма неплохо. Так, какой-то кактус, 35 монеток. Ну что ж. И нам дали одежду кузнеца. Но она белая, так что, блин, зачем она мне нужна? Еще одна ловушка, да вы издеваетесь! Ну, давай еще раз. Так, ну вот, древесина, хоть что-то. Ну и мы можем... Давай хрен с ним. Еще раз откроем сундук. Так. На этот раз мы повышаем еще раз количество этажей. Открываем. Да, еще раз, ловушка, вы издеваетесь. Эх ты, ладно. Так. В итоге мы добрались до локации с боссом. Давай тогда, может быть, поставим себе лечение какое-то. Потому что... Иначе может оказаться так, что у нас там процентов 10. Я не знаю, что тут за босс у нас будет. Опа, на Валькирия. Я уже думал, какой-то огромный скорпион, но нет. Валькирия. Ну ладно. Так, давай тогда попробуем с ней сразиться. Я не знаю, что у нее будет за... Так, нет, нет, нет. И все так плохо. Я уже думал, мы будем при смерти, но, как выяснилось, все весьма и весьма у нас на уровне. Так. Смотри-ка. Ах ты ж, боже мой, мы встанье. Ах ты, скотина. Хотя, должен сказать, атаки у этого босса... Такие довольно вяленькие. Так. Ну, давай тогда сзади сейчас прилетим и как следует нанесем урона. Может быть, даже из следующей атаки смогу добить. Да, 1300. С критом. Так. Ну, 500. Слушай, я даже не знаю, может быть, даже и оставить это оружие. Так, нам дали... Нам дали какие-то перчаточки. Подожди, это получается аксессуар? Или мне кажется? Давай проверим. Так. Сила. И восстановление здоровья на 15. Да, это... Слушай, ну я даже не знаю. Сила 9. А силы это у нас получается... Ну-ка, пати. Давай посмотрим. Так, максимальное здоровье. 5200. А что же касается силы... Сила, сила, сила. Вот она. Так. Увеличивает физическую атаку на 1. А, отвечает за шанс блока. Ясно. Слушай, ну... Вот у этой дамы 43 силы. То есть, понимаешь, ей куда выгоднее одеть вот эти перчаточки. Заодно у нее повысится урон. Что ж тут говорить. Так, у нее повысится урон и, соответственно, станет больше силы. Блин, может быть, тогда и доспех какой-то на силу одеть. У нас такого случайно нету? Нет, нету. К сожалению, она еще использует только мечи, поэтому это немножко усложняет дело. Ладно, мы выполнили квест, а это значит, что мы можем пойти его издать. У нас как раз-таки тут деревушка рядом, где мы его брали. Так что пошли туда сходим и попробуем уже получить какую-то награду. Так. Погоди, а мы в талантах можем прокачать себе дополнительную репутацию или что-то в этом духе? Тут, кстати, можно взять также, например, чтобы наши герои в момент битвы получали дополнительный опыт. Это весьма и весьма неплохо. Ведь, понимаешь, мы не можем сражаться против больших скоплений противника, ну, ввиду того, что у нас довольно своеобразный такой класс. Ну, Хасашин. А вот герои как раз-таки выполняют функцию, ну, не знаю, истребителей отрядов, давай скажем так. И если они будут прокачиваться быстрее, ну, нам же это и на руку. Так. Ну, то есть, вот, мы получаем больше репутации у героев. И вот этим умением мы, получается... Ага. Ага, ага, смотри. То есть, количество опыта конвертируемого получается два к одному. То есть, герои получают, я так понимаю, больше опыта, чем наши отряды. Ага. Либо мы можем, например, прокачать... Ммм... Вот сюда все. И у нас будет формация тигра. Что, по сути, увеличивает урон нашего отряда на 10%. А учитывая, что у нас, ну, по сути, все уходит в урон, ну, мне кажется, это весьма и весьма неплохо. Так. Да, мы это сделали. И, соответственно, галу Захара. Так, подожди, ты получила опыт? Ну, да, но она не получила уровень. Так что посмотрим, что у нас будет дальше. Тут как раз-таки мы не исследовали территорию. Да, мы, может быть, походим тут, посмотрим, что вообще есть. Так. Ага. Лавка волшебников. Слушай, давай заглянем. Может быть, что-то будет полезное. Кто знает. Так. Отправимся туда вместе со своим героем. И посмотрим, что там вообще будет. Так. Ух ты ж, божечки. Какая-то корона. Так, стамина. Ага. Слушай. Правда, написано Disable Recovery. Вот это, если честно, я немножко не понимаю, что именно она дает. То есть она... Это для противников? Или же для нас? Ну, давай оденем, попробуем. А там уже будет видно. Просто у меня довольно много вампирящих умений. Которые... Ну, по сути, добавляют мне живучести. И без них я вряд ли смогу как-то сражаться. Так. А тут у нас отряд волков. Так. Отлично. Так. Ребят, нападайте. Блин. Ну, вот тут я, конечно, не проверю это все. Смотри. Восемь древесины. Так. А это значит, что мы можем прокачать один из своих отрядов. Ну, вот у нас, например, вот эта девушка. Нет, она еще не готова к прокачке. Так. Ну, мы можем прокачать отряд ассасинов, я так понимаю, да? Дакан спай. Так. Подожди. Тебя не прокачать, потому что у нас не хватает камешков. Тебя мы не можем прокачать, потому что нам не хватает... А, нет. Нам всего как раз таки хватает, я так понимаю. Так. Этого мы прокачали. Дакан ассасины. Вот это четырнадцатого уровня. А нужен ему, получается... А, нет. Он уже прокачан. Да-да-да. Он уже прокачан. То есть вот этому еще два уровня, и мы можем его прокачать. Ну, и девушку, конечно же, мы прокачаем в арбалетчицу. Так. Что у нас тут? А, у нас тут... Ага, ведьмы. Так, подожди. А справа-то мы территорию не открыли. Давай туда тогда заглянем. Что там вообще есть? Может быть, тоже какое-то подземелье или что-то в этом духе. Хотя нет. Смотри, тут какие-то разрушенные караваны. Возможно, бандиты будут. Да, смотри. Ага. Из поселения Акхал. Акхал. Судя по всему, преступники из поселения Акхал напали на... А, на крестьян. И мы можем помочь крестьянам. Давай попробуем. С Акхалами у меня вроде бы репутация не самая лучшая. Сейчас. Помочь. То есть мы можем дать им 200 золотых. Либо вступиться уже за крестьян. Давай вступимся и посмотрим, сможем ли мы как-то им противостоять. Постой, постой, постой. Пускай они подойдут. Так, отлично. Так. Теперь телепорт. Поближе. Теперь кого-нибудь добьем. Не, никого не получилось добить. Но зато мы теперь можем... А, так. Подожди, у нас получается усиленная атака сейчас, да? Я правильно понял? Да, да, да. Именно. Так, вот мы сейчас, видишь, добиваем всех с одной атаки. Так, погоди-ка. Ты ж, блин, не добил этого. Так, и тут я промахнулся, судя по всему. Так, ну ладно, мы тогда тут добьем всех, кого можно и нельзя. И отправимся. Так, то что ж ты будешь делать? Чуть-чуть, главное, осталось там. Так, не добили? Не добили. Раз у нас отката у мини нету, значит не добили. Так, и мы победили! Это, блин, 39 монет только. А ресурсы какие-то или подарок там? Так, ну вот, нам говорят, что крестьяне готовы присоединиться к нашему отряду. Но тогда нас предупреждают, что, возможно, последует ненависть со стороны фракции Акхал. Ладно, давай тогда откажемся и... Может быть... Так, смотри, нам дали меч. Ну, меч, пожалуй, это... Не самое интересное, что они могли нам предложить. Вычитывая, что меч этот как раз-таки белый. Хотя, ладно, тоже неплохо. Так, я не посмотрел, что у меня вообще с регеном, если он... Потому что там написано Disable Recovery. То есть, он отключает именно восстановление у нас или у противников. Так, а тут у нас, смотри, сколько всего. Древесинка тут и... Божечки, я хочу туда. А как мне туда попасть, скажите, пожалуйста? Так, ну, по идее, с левой стороны. Ну да. Кажется, с левой стороны именно. Давай тогда попробуем. Так, тут у нас крестьяне, да? Да, видимо, крестьяне. Так, вот у нас представители другой фракции, с которой мы не очень-то дружим. Поэтому, я думаю, стоит продолжить свой путь. Так, и божечки мой, нет, только не бандиты, только не бандиты. С бандитами я сейчас как раз-таки не готов воевать. Хотя, нам нужно в левую часть карты попасть, для того, чтобы отправиться по квесту. Но я бы, может быть, даже набрал себе компаньонов. Потому что... Так, погоди-ка. Вот мы, получается, попали сюда. А, Lucky Flower. Мауэр, отлично. Так, и вот мы подобрались к волку. Привет. А что ты мне скажешь? Так, ну это слабый отряд волков. И там у них главная древесинка, которую мы сейчас получим. Так, и за одно вот это сражение мы получили семь древесинок. А это значит, что мы опять же можем прокачать свои отряды. Так, двадцать семь, двадцать три. Отлично. И как раз-таки какой-то престиж с шарц. Чем бы это ни было. Ну, в итоге пошли тогда по квесту главному. Я думаю, мы сейчас немножко так поднимемся. Хотя, постой. Это случайно... Бацу, Бацу. Кто у нас такая? Погоди. Умара, Умара, Умара. Это герой, наверное. Стой, герой. Дай я тебя приму в свой отряд. Умара с пати. Господи. Ну, ладно. Мне не очень нравится ее голос. Ей нравится все, что связано с музыкой. И так же ей нравятся то ли грустные, то ли романтические. Ага, вот у меня есть... У меня все-таки есть, что ей предложить. Но давай, может быть, отправимся в город. И сначала посмотрим, что будет там. Потому что если там есть еще один герой, то я себя не прощу. Что не повел себя более осмотрительно. Так, ну у нас тут, судя по всему, есть несколько героев. Вот такой вот. Баланс for all. Так, а что тебе нравится? Ему нравятся как раз-таки исторические всякие записи. Ай, надо было ту девушку все-таки брать в отряд. Но она, судя по всему, просто бард, который вешает пару усиливающих умений на отряд. И использует там всякую лютню или там что-то подобное. А такого оружия у меня сейчас нету и... Блин, я бы каких-нибудь все-таки атакующих героев набрал в свой отряд. Ну или, по крайней мере, которые могут выполнять роль танка. Так, а что у нас тут происходит? Погоди-ка. Почему мы не можем идти? А, нет, можем. Вот у нас, соответственно, тут город есть, в который мы, конечно, могли бы отправиться. Но что-то мне подсказывает, что нас все-таки обнаружат, если мы попробуем проникнуть в него. Ладно, давай тогда отправимся уже по квесту. Хотя, если честно, обидно, я бы посмотрел там героев. И вполне возможно, они бы там оказались. Ну, например, тот герой, которого мы сейчас пропустили. Так, а тут у нас какие-то свиточки. Отлично. Нам как раз-таки нужно вот в эту область для выполнения задания с молаком. Так, погоди-ка. Что у нас тут? Всякие цветочки. Ну, надеюсь, что у нас будет возможность как-то преобразовать все это в зелья. Потому что они вроде как портятся. Так, погоди-ка. Еще один. Так, и вот тут у нас конюшня. А это значит, что мы можем... Смотри, феникс. 24 тысячи золотых. Так, этот леопард 6600. Медведь 1200. Так, ну у нас всего 600 монет. Так что, блин, я не думаю, что нам хватит. Хотя, подожди, мы можем ему продать свои вещи? Да, можем. Так, ну это хорошо, потому что я как раз-таки воспользуюсь этим предложением. И попробую ему продать... Так, копье я, пожалуй, оставлю. Ну... Наверное, как-то так. Да, смотри, у нас тут еще какие-то карты. Блин, сколько всего. Что ж, слушай, ну... Я думаю, меня вполне устроит вот эта вот сделка. Да. Давай тогда отправимся вниз. И посмотрим, что там уже будет. Так, а тут же у нас, получается, есть какая-то... Погоди-ка. Да, вот он. Пьедестал героя, который мы можем исследовать. Там нужно сразиться с боссом. Но, я думаю, для нас это не предстоит каких-то трудностей. Ведь наш герой специализируется в сражении один на один, поэтому... Я думаю, он быстро справится. Так, погоди. Так, ты ж достанил меня. Так, ну и... Вуаля. Слушай, мне показалось, или у нас не было восстановления? Так, и нам дали... Нам дали... Что это вообще такое? Аааа... Ну вот. То есть это лютня, или... Господи, забыл, как называется. Это музыкальный инструмент. Ааа... Да, сейчас бы как раз-таки отдали герою тому. Но, к сожалению, мы не взяли себе в отряд, и теперь будем мучиться. Так... Ну... Что ж. Подожди, а это еще что? Вандеринг Пейнтер. Ты еще кто? Ага. Ааа, смотри, мы можем купить картины! Так, подожди-ка. Это... Это как-то сложно. То есть он нам предлагает разные картины? Ааа, нам, видимо, он рассказывал историю разных фракций. И мы получили бонус к опыту, судя по всему. Так, ну давай, наверное, к нашему герою. Так, либо... Да, смотри, опыт, получается, он нам дал. Так, ну опыт это тоже весьма и весьма неплохо. Так, трейдинг депот. Господи, а у них тут много всего. И... Также лавка торговца есть. Что эти там имеется? Ааа, так, смотри, он предлагает нам умение. Ледяную стрелу. Но требует за это 254 монеты и... Кристаллов, которых у нас нету. Ну, не кристаллов, а вот этого вот ресурса Джейда. Так, если, конечно, я ничего не запутал. Так. Не перепутал, не запутал. Ааа, вот, в общем-то, нам нужно в эту область. Как раз-таки по главному квесту. Так, и тут у нас бандиты. Бандиты, 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 подожди-ка. А тут у нас... Ну, давай с ними сразимся. Это, в принципе, простые крестьяне, поэтому... Схватка не займет много времени. Так. Отлично. Можно было бы даже и не сражаться. Наши люди бы сами все сделали. Так, и нам дали лук. Правда, на первый уровень, но... Все же. Тоже весьма и весьма неплохо. Так, а что у нас тут имеется? Привет. Блин, я бы проник в город, но, к сожалению, с этой фракцией у меня все очень и очень плохо. Так что придется нам немного попридержать кони и подумать, куда мы пойдем. Так, подожди... Да, 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 да. Это, получается, локация, которая закрыл какой-то лорд Хасну. Мы могли бы его найти, чтобы попросить его открыть путь. Но сейчас, если честно, мне не хочется этого делать, поэтому давай просто атакуем тех, кто преграждает нам путь. Так, отлично. Ну да, это слабый отряд. Правда, у них есть маги. Смотри-ка. Магов я не то чтобы люблю, поэтому давай с ними быстренько так справимся. Кто знает, что они тут припринут. Так, 37 монет. Правда, ресурсов никаких нам не дали, но все же. Так, и слушай, бандит прям за нами бежит. Может, стоило бы на него напасть? Ну ладно, хрен с ним. Так, а у меня... Смотри-ка, Дакон Прист. Ах ты, не хватает мне ресурсов для их прокачки. Ну и этому отряду осталось совсем чуть-чуть. И мы можем сделать еще один отряд арбалейчиц. Так. Также у нас ассасины скоро получат урень, но там тоже не хватает ресурсов. Так, ладно. Давай тогда. Подожди. Малак. Что ж, отправимся тогда на квест? Что ж тут? Так. Да, в общем, Малак нас обрадовался увидеть. И сейчас он нас поведет на секретную какую-то базу. Если, конечно, это не какая-то ловушка. Так. Это место немного странное. Ммм. Он говорит, что он не может сражаться, но... Тут мы встретили гигантского эфрита. Ммм. Так. Это... Это эфрит? Да, это не очевидно. Погоди-ка. А, то есть вот он нам рассказывает немножко историю, но, к сожалению, я буду очень много тупить на переводе, поэтому давай немножко это проскипаем. И, судя по всему, Малак нас предал. Судя по всему, да. Малак с ними заодно, с эфритами. И, видимо, он хотел принести нас в жертву. Так. Ну, нам так или иначе придется сразиться с этим гадом. Да подожди. Отлично. Слушай, кажется, да, у меня нет восстановления здоровья. Если, конечно, я ничего не путаю. Так. И мы его победили. Нет, это невозможно! Ммм. Что ж. Говорят, что... Нас будет тяжело уничтожить, и появляется какая-то старая ведьма. Когда, в последний раз, ты кормил его? В общем-то, судя по всему, все не пошло не по плану Малака. И да, этот эфрит обезумел. И, судя по всему, да, Малак его хоть и создал, но и фрит в итоге напал на своего создателя. И, что ж, нас тоже вырубило. Так. Что ж, она нас освободила, и это, как выясняется, Исра или Фурит Вич? Ага. Нет, Исра это другая все-таки. Так, Малак... Не врал тебе про происхождение эфритов. Эфриты не просто монстры, которые появились после Черного Солнца. Они куда более опасны, чем мы могли себе представить. Малак, он помогал мне. В общем, Малаку пришлось пожертвовать своей человечностью. Так, ты победила эфрита? Да, но его дух... В общем, судя по всему, Малак давно уже погиб. И его дух заместил эфрит. Или, по крайней мере, он был одержимым. Каким-то образом. Так. Она нам говорит отправляться назад. Тем же путем, которым мы сюда пришли. Давай, наверное, последуем ее совету. И тут появляется какой-то странный мужчина. Эта женщина интересна. И он распылил этого эфрита. Ты готов уйти? Эммм... Погоди-ка. Ну, давай посмотрим, кто это вообще такой. От... нет. Нет, нету такой возможности у нас. Нас кинуло обратно. Что ж. А мы тогда можем отправиться по обратно... К поселению Дакон. Раз мы со всеми тут воюем. И, господи, боже мой, сколько можно этих бандитов мне ссувать? Ах ты. Ладно, давай тогда на него нападем. Заодно прокачаемся. И, может быть, даже не поднесем таких уж больших потерь. Кто знает. Да, да, да. Давай сражаться. Так, ну, что ж. Посмотрим, к чему это нас приведет. Тут уж, божечки, сколько вас тут. Так, ладно. Отлично. Делаем сразу бонус. Так, кого-то тут пытаемся убить, но... Не совсем понимаю, выходит ли у нас. Да, там есть раненые. Погоди-ка. Так. Ну, слушай. Судя по всему, мы пока что тут теряем людей, но не так прям много. Ну вот, он кого-то убил. Дакон ассасина. Ёлки-палки. Жалко немного. Так. Ну, ладно. Может быть, даже... Ах ты, смотри, элитного ассасина убили. Ах вы, скотины. Так, ладно. Давай-давай-давай. Руби их, руби, скотин. Так, ну, у меня не получается, конечно, сейчас... Нет-нет-нет. Герой все-таки у нас выжил. Отлично. Ну, хоть что-то. Не будем сражаться в одиночку, видимо. Так, погоди. Да ты ж... Блинский телепорт. Так, а мы можем взорвать все? Чертям собачьим. Ну да, тут... Парочку вот это вот... Ранили немного. Кавалерию и вот этого мечника. Так. Ах ты ж, блин. Да я тебя должен же был убить. Так, ну ладно. Слушай, я, правда, не совсем... Так, ну вот. Мы, в принципе, этого зарубили. Этого тоже. И тут у нас по мелочи, в принципе, осталось. Так, погоди, погоди, погоди. Дай-ка я тебя, как следует-то, немножко раню. Так, вот его, если не зарубить, он потом принесет очень большие проблемы. Поэтому давай сейчас им займемся. Ах ты, скотина, еще и станет. Так, ну там осталось, конечно, четыре солдата. Так. Блин, нить, конечно. Так, ну это очень даже неплохо. Так, давай тогда добьем вот этих скотин, которые тут остались. Так, тебя добьем. Ну и что там? Осталось, наверное, пара мечников. Так. Так, ты ж, блински, ранил хотя бы. И то хорошо. Так, погоди-ка. Эх ты. Так, остался один вот этот вот тяжеловес, да? Ну, судя по всему, да, он последний. Да, победили. Слушай, 47 дерева. Если, конечно, у меня отряды не ранены, то все будет хорошо. А если 4 на 5, 2 на 5, 5 из 5? Да нет, не все так плохо. А это значит, что мы можем прокачать даже какие-то отряды. Так. Ну, смотри, у нас есть возможность прокачать арбалетчицу. Так, либо... Погоди-ка. А почему ты не прокачиваешься? А, потому что нужен 10 уровень, а у нее только 9. Блин. Ну, обидно, обидно, ничего не скажешь. Ну, а тебя мы прокачать тоже не можем. Да, ему нужны кристаллы какие-то. Так что... Тоже не вариант. Ладно, тогда мы отправимся дальше и посмотрим, что нас будет ждать. А будут ждать нас, судя по всему, еще одни бандиты. Так, ну, это уже слабенькие бандиты. Может быть, у них, конечно, будут какие-то ресурсы. Или даже подарки для других героев. Поэтому давай-ка на них нападем. И посмотрим, что у них там вообще есть. Так, отлично. Ну, что ж. Это было быстрое сражение. Зато 40 монет получили. И... И, в принципе, больше ничего. Так. У нас тут, как видишь, есть какой-то Загрос Маунтайнс. Я без понятия. А-а-а, все, я понял, куда это ведет. Слушай, ну, давай туда сходим. Это очень даже интересная локация. Там вроде бы должен быть снег, если я ничего не путаю. Ну, сейчас заодно как раз-таки и проверим. Да! Снег. Божечки. Как же приятно хоть иногда его увидеть. Так, ну... Нам, конечно, нужно обратно будет идти. Но... Ах ты уж, блин, какая ты быстрая скотина. Так, так, так. Нет, 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 нет. Не нападай. Ммм... Смотри. Тут волки. Так. То есть мы можем как-то взять себе раненого волка. Либо... Давай, наверное, нападем на волков, которые прячутся и высматривают нас. Так, погоди-ка. Отлично. Ну и что, это последний? Да, это последний. Так, ну, я думаю, провизию какую-то нам дадут или что-то в этом духе. Нет. Угу. Так, и мы получили престиж. А это значит, что мы можем получить себе древесину, либо немножко железа. Ну, давай древесину. С древесиной у нас всегда проблемы и... Божечки. Я бы от нее не отказался. Так, погоди-ка. Он с кем-то сражается? Да, он сражается. Блин, я даже не знаю, помогать ему, не помогать. А, так. А это еще кто? Угу. То есть это бандиты. Слушай, ну, блин, можно было бы, конечно, им помочь, учитывая мои... Так, погоди-ка. Да, давай поможем все-таки торговцу. Посмотрим, конечно, как у нас репутация отреагирует на это все. Ах, ну ладно, хрен с ним. Так, да, тут куча лучников. Так, и нам помогли, судя по всему. Так, давай-ка нападаем, нападаем, нападаем. Ох ты ж, блин, какой тут у них лучник. Он еще отталкивает. Так, ладно. Давай чуть-чуть поближе подойдем. Ну, зато мы прокачаем свой отряд дальнего боя до 10 уровня, я думаю, после этой схватки. И также, вполне возможно, может даже получим какие-то интересные ресурсы, кто знает. Помимо бонуса к фракции. Ну, в смысле, репутации. Так. Подожди ты, дай я запущу. Ну, это вроде бы все. Да, 19 древесины, это уже неплохо. И, конечно же, бонус к репутации. Вот так. Спасибо за твое самопожертвование. Это Исра. А, вот, судя по всему, она все-таки зовет нас на помощь. И да, нам дали задание. Основное. Так, погоди-ка, бандиты, бандиты, бандиты. Ну, это вроде бы один отряд слабенький, но... Слушай, я даже не знаю, стоит ли на него нападать. Он там совсем маленький-маленький. Так, а тут у нас... Подожди. А что у нас с репутацией только что произошло? Я не совсем понимаю. Да, у фракции Дакан, судя по всему, подпортилась репутация. А вот с остальными, наверное... Акхал... Это еще что? А, ну вот, Назир. Мы сейчас, получается, им помогали. Еще есть фракция, вот, на земле, которой мы находимся. Мы? У нее минус пять. Ну, слушай. Я даже не знаю, стоит ли сейчас проверять. Можно было бы, конечно, помочь крестьянам еще раз. Несколько раз. И в надежде на то, что у нас репутация как-то прокачается. Но что-то мне подсказывает, что не сильно это поможет делу. Либо можно было бы поделать квесты. Тоже как. Мне кажется, неплохой такой вариантик. Так. Ну, а мы тут наткнулись на какой-то лагерь с бандитами. Тут, конечно, у них пустыня. Хотя мы вроде как находились в снегу. Точнее, на заснеженной карте. Ну, да ладно. Так. Погоди-ка, да куда ты там идешь, скотина? Неужели к моим лучникам? Вот не надо к ним идти. Так. И вуаля. У нас получилось, судя по всему. Так. Ну что ж. Слушай, да. Всех, судя по всему, перековыряли. Так что... Сейчас мы прокачаем, наверное, все-таки лучницу. Так. Вот мы получили манаорб. Какие-то... Какие-то, какие-то тут еще у нас... А кузнечные молоты для, видимо, восстановления прочности предметов. Вот, например, у меня тут 22 на 50, 28 на 50. Так что... Неплохая штука. Но... Давай, наверное, все-таки прокачаем отряд. Где он у нас тут? Вот. Она 10 уровня. А это значит, что мы ее как раз-таки можем превратить в арбалетчицу. Хотя, если честно, я так и не видел ее в бою. Что она вообще там делает? Ну, давай посмотрим. Вообще, у нее должна быть коническая атака. Только... Ну, в смысле, атака конусом. То есть, она перед собой должна задевать всех. Я, конечно, без понятия, как это выглядит. Но вот как раз-таки, может быть, будет возможность увидеть. Учитывая, что там будет 10 человек. Так. Или давай, может, нападем на этих вот бандитов. И уже посмотрим. Как они нам будут сражаться. Так. Ну что, они подбегают. Смотри, вот они получаются. Да, да, да. То есть, выстреливают шестью стрелами. Слушай, ну... Не то, чтобы это прям бесполезное что-то, но... Я немного разочарован, если честно. Там еще и атака, скорее всего, весьма слабенькая. Так, подожди. Я слышу, как кто-то сражается. Где-то, где-то рядом. Звук слышу. А вот где именно сражаются, я не вижу. Видимо, где-то сверху справа. Там, если следовать дороге, то, возможно, мы найдем. Так. Место сражения. Но... Нет. Все-таки тут вот... Ага. С фракцией тур. А как у нас вообще с этой фракцией дела обстоят? Ну, минус четыре. Слушай, давай, может быть, я в талантах прокачаюсь и возможность не терять... А, так. А у нас талантов пять. Ёлки-палки. Как много. Что нам вообще... На что тратить-то? Ну, давай, может быть, повысим уровень атаки у нашего отряда. Потому что у нас все связано с атакой. Так или иначе. Там никакого выживания, только тупо одна атака. Так что... Ну... Если уж так обстоят дела, то пускай они быстрее убивают всех. Мне кажется, вполне себе неплохая идея. Либо вот, можно повысить... Уворот на 10%. Что, в принципе, тоже неплохо. Ведь уворачивается за счет повышенной ловкости у нас там... Ну, много кто. Ну, а на одной ловкости, мне кажется, мы вряд ли как-то выиграем сражение. Сейчас, давай-ка еще раз посмотрим. Так, нет-нет-нет. Отряд. Что там у нас вообще делают воины наши? Ну, собственно говоря, они... Телепортируются, наносят удар. И... В принципе, у них 36 ловкости. Ага. Когда как у... Вот... У этих вот лучниц. У них... Сейчас посмотрим. Сколько у тебя гилити? 72. У этой 60. Ай. То есть, в принципе, мне кажется, повышенный урон, он куда эффективнее у нас будет. Давай попробуем. Так, вот у нас, соответственно, повышенный урон. Так. А как-то его активировать можно? Нельзя. Ну, ладно. И, соответственно, вот у нас чемпион также тут есть. А, увеличение получаемого опыта для героев. Ну, сейчас, наверное, пока что это рано прокачивать, потому что у нас только один герой есть. И... Такое себе, мне кажется. Так. Погоди-ка. Так, помочь фермерам. Давай тогда им поможем и посмотрим, к чему вообще это приведет. Так. Атакуйте. Ребята, 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 атакуйте. Так, F1, F5. Да-да-да, атакуйте. Отлично. Так, ну, слушай. Они, конечно, оглушили уже парочку человек наших. Ах ты. Так. Ладно, добили-добили одного. Ну. Давай попробуем сейчас лучников быстро переубивать. Им, может быть, даже удастся никого не потерять. Хотя я вижу, что там наши вот ассасины падают сейчас. Эх ты. Да, жалко. Нужно, в общем-то, нам больше воинов. Или, по крайней мере, какие-то герои, которые способны держать вражеские отряды в страхе. Так. Того мы убили. Эх ты. Так. И у нас тут... Да, подожди, да я тебя добью. Так. И... Да, тут, конечно, не так много их осталось. Погоди-ка, погоди. Так, отлично. Парочку человек забили. Что там с арбалейчицами? Они живы у нас? Так. Да, постой ты. Отлично. Так. Этого убили. Этого убили. В общем-то... Слушай, пока что все... Не так у нас плохо. Надо, в общем, делать нам приказы. Ну, например, удерживать позицию арбалейчицам, а там, скажем, воинам уже нападать. Спасибо тебе. В общем-то, да. Спасибо-то мы получили. А... Погоди-ка, тут вроде бы был какой-то герой, если я не ошибаюсь. Нет. Видимо, показалось мне. А это еще что? Так, шестнадцатый уровень требуется. Охренеть не встать. Нет, я это не потяну. Ну, придется искать какие-то другие нам приключения на свою пятую точку. Так. Ну, слушай. Какая-то ведьма. И, собственно, вот у нас тут... А, есть поселение. Так. Что ты хочешь от меня? Я занят. А что тебе нравится в плане подарков? Нет, у меня ничего нету того, что тебе понравилось бы. Так, ну, слушай. Мы могли бы, конечно, попробовать сторговаться и получить какие-то ресурсы, потому что у нас... Ну... Хотя, нет, слушай. У нас и так нормально древесины и всего остального. Давай, может быть, походим, посмотрим героев. И, может быть, даже нам повезет. И мы кого-нибудь найдем. Там, пару симпатичных девах, так скажем. Так, а что у нас тут? Да, у нас тут как раз-таки рядом парочка городов, где они, возможно, как раз-таки-то и будут. Так. О, железо. Отлично. 31 штука железа. Вау. Так. Интересные всякие ресурсы. И... Что ты от меня хочешь? Ага, 18-й уровень. Нет, нет. Это, судя по всему, для меня еще опасно. 18-й уровень. Это только с отрядом, пожалуй, прокачанным усываться. Ну, именно, что отрядом героев. Так. Ага. Ну, вот у нас тут поселение должно быть. Давай тогда сюда сходим. И осмотримся как следует. Кстати, а мы с поселением Дакон не испортили отношения? Нет, нет, нет. Тут, 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 подожди. Нет, не нападай. Ага. То есть вот он на нас все-таки напал. Господи, боже мой. Ам. И что ты хочешь? Ага. Ну вот, он предлагает нам 700 утаров. То есть 700 монет. И тогда он нас пощадит. Это, получается, представитель поселения Акхал. Слушай, ну мне придется ему заплатить, потому что иначе нас разгромят. Смотри, какой у него отряд. И, в общем-то, мы ничего не можем ему противопоставить. Нам придется тогда покупать какую-то лошадку. Или... Так, ну, подожди-ка. Ага. Постой. То есть теперь у нас не так все плохо в плане отношений с Акхалом. Зато этот поступок не очень оценили... Не оценила фракция, в которой мы сейчас находимся. Если я правильно, конечно, понял. Так. Подожди-ка. Иронстоуны. Ну, с другой стороны, мы теперь можем торговать с этой фракцией. А мне кажется, это весьма и весьма неплохо. Так. Крайен крок. В общем-то, нам нужно влево. Я так понимаю. Тут, конечно, множество снега. И ни черта не видно. Я не знаю, куда идти. А каких-то событий я тут пока что не вижу. Поэтому... Давай-ка опа-на, бандит. Бандит, бандит, бандит. Я не совсем уверен, что я готов сейчас на него нападать. Что у нас вообще с отрядами? Ну, смотри. У нас две раболейчицы. Одна из них немного ранена. И, конечно же, маг. Который, опять же, ранен. Маги, конечно, у нас долго не живут, я бы сказал. Ну, так же мы можем прокачать своих ассасинов. Так. И тут, конечно же, у нас никаких героев. Эх ты. Так. Ладно. Давай тогда спустимся пониже. Пока что героев я не вижу. К сожалению. Так бы я кого-нибудь нанял. Но, блин. Как видишь, нам не особо-то везет. Так. Гранд Корпс. Ух ты ж божечки. Так, ребят. Я бы, может быть, на вас напал. Будь у меня еще один герой. Но с таким раскладом, боюсь, я вас не потяну. Поэтому давай все-таки попробуем забежать обратно к нашей любимой фракции. Если я, конечно, не перепутал области. И там уже... Да, да. Судя по всему, я на правильном месте. Так. Тогда тут как следует осмотримся. Погоди-ка, тут у нас золото какое-то. Так, золото, золото, золото. А тут, судя по всему, лагерь бандитов. Подождите, я же ничего не перепутал. Да, лагерь бандитов. Давай, может быть, на него нападем. Либо у нас тут лагерь рядом. Ну, так, относительно. Давай, может быть, забежим в лагерь. И там уже... Хотя, слушай, у нас прям... Лагерь бандитов под носом. С другой стороны, у нас раненый отряд. И, скажем... Я боюсь, я не потяну. А... Там явно кто-то у меня умрет, и... Придется с этим как-то считаться. Так что, давай, может быть, наберем еще парочку человек. И уже с новыми силами отправимся. Ну, и, может быть, у нас сейчас кто-нибудь отдохнет и выйдет в бой. Так, погоди-ка. Защищаться от F6. Так, супер. Ребята, давайте! Рубите этих гатов, рубите! Так, да, надо вообще им приказывать чаще удерживать позиции, потому что с удерживанием позиции, мне кажется, нашему отряду куда проще сражаться. Ну, у нас все-таки много лучников, и... Так, смотри-ка. Ох ты ж, божечки! Сколько еды нам дали! Ну, я надеюсь, она у нас сразу не испортится. Так, и у нас здесь есть город. Правда, нету героев. Зато можно нанять себе людей. Так, ну да, давай им наймем. Так, нанять. И вуаля! Так, а что у нас тут? Ха, ну смотри, у нас есть поселение выше, где мы вроде бы как ни разу не были. Любопытно. Я думал, я вообще все поселения фракции Дакон видел, но, судя по всему, именно в этом я ни разу не был. Так, и тут у нас есть герой. Правда, ну, это мечник. Ха, ладно, давай, может быть, подумаем. В любом случае, он в этом городе, и пока что, я думаю, он вряд ли куда-то убежит. Так, а тут у нас есть возможность сделать всякие зелья. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Я думаю, в следующий раз мы с вами присоединимся к одной из фракций, ну и, конечно же, найдем новых героев. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, и обязательно оставляйте свои комментарии. Что ж, пока-пока, и до скорого. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok